В прямом эфире ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот наши темы. Покупки без чеков и только за наличные. Да, сахнулись. Ну, что же зависит? Да. Что случилось с кассовыми аппаратами в магазинах и заправках по всей России? Лена Синатолина. Из подсолнухов в подснежники. Почему вот это оставили на зиму? В Рыбно-Слободском районе неубранными остались плантации подсолнуха. Об особенностях зимней уборки. Рамиль Шайдулин. Новые избиратели и новые правила. Значительно внесены изменения в выборное законодательство. Нюансы президентской кампании изучил Дмитрий Иринин. Ветеран труда осталось без крыши над головой. Пожалуйста, очень прошу, вот эту крышу помогать надо нам покрыть. Как можно помочь женщине в репортаже Анны Городновой. Как Татарстан развивался в этом году? Сегодня в московском Кремле Владимир Путин провел встречу с Рустамом Минихановым. Главное в докладе руководителя республики социально-экономические итоги года. Реализованы 37 различных программ. Среди них поддержка многодетных семей, садовых обществ и социальная ипотека. Акцент на деятельности созданного в Татарстане фонда по работе с обманутыми банковскими вкладчиками и обманутыми дольщиками. В данный момент сюжет готовится к эфиру. Он выйдет через несколько минут, а пока к другим темам. Сразу на две строчки улучшил свою позицию Рустам Миниханов по версии медиалоги. Она опубликовала рейтинг медиаперсон России. За основу взяли упоминаемость президента Татарстана в российских СМИ. У Рустама Миниханова 14 место. По сравнению с прошлым годом он свои показатели улучшил. На первом месте Владимир Путин. На втором Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На третьем. Капремонт придет и в ваш дом. Со следующего года в Татарстане станет больше республиканских программ сферы ЖКХ. С 37 до 40. Это охватит и большее количество объектов и вклад в улучшение условий жизни. Уже в этом году на программы направили 37 миллиардов рублей. Как это изменило жизнь татарстанцев в деле увидел Радик Фархулин. Мы рады тому, что у нас обновились наши помещения. Так радуются капитальному ремонту в 20-й казанской поликлинике. Его ждали 30 лет, а сделали за полгода. Обновили мебель и поставили новое оборудование. Условия улучшились в разы. Рады и медики, и пациенты. Обслуживание в поликлинике населения стало доступнее, качественнее, удобнее. Оно стало своевременным. Кабинеты большие, мебель новая, все очень чисто, все очень нравится. Удобно, никакой там суеты нет. Просторно, хорошо. С первых дней здесь живу. 1-2. Поликлиника гораздо лучше стала. Очереди нет. Мебель, лаборатория вообще исключительная. Современная все. Капитальный ремонт – это новая и самая большая республиканская программа. В этом году было отремонтировано 74 здания поликлиник. На следующий год также эта программа будет продолжена. Уже на следующий год запланировано 120 объектов. Модернизация здравоохранения происходит по майским указам Владимира Путина. Это призвано улучшить жизнь в регионах. О чем и говорят сегодня пациенты. Капремонт в этом году пришел и в почти тысячу многоквартирных домов, полторы сотни образовательных учреждений и полсотни домов культуры. Таких показателей нет ни в одном регионе России. На последней пресс-конференции глава государства отдельно остановился на улучшении качества капитального ремонта и коммунальных услуг. Но самое главное, конечно, нужно обеспечить в развитии самой системы коммунального хозяйства, обеспечить своевременное строительство новых объектов и капитальный ремонт имеющихся. В Татарстане они уже показали результаты. В следующем году в республике будет реализовано 40 программ. Три из них, абсолютно новые новинки, будут посвящены поддержке машино-тракторных и зернотоковых хозяйств. Ради Фархулин, Дмитрий Аринин, Гузаря Лимова, Амир Залюшев, ТНВ «Казань». Итак, мы возвращаемся к главной теме дня. Сегодня в Московском Кремле Владимир Путин провел встречу с Рустамом Минихановым, главной в докладе руководителя республики, социально-экономические итоги уходящего года. Подробности состоявшегося диалога по телефону нам сообщит собственный корреспондент в Москве Дина Газалиева. Встреча в Московском Кремле, запланированной сегодня на 16 часов, началась позже. Владимир Путин очень насыщенный график, но с президентом Татарстана диалог был продолжительным. Такая двусторонняя встреча. Вторая в этом году, предыдущая состоялась в конце апреля, и сегодня журналисты так называемого «кремлевского пула», то есть те, которые освещают активность Владимира Путина, обсуждали, что именно после старта предвыборной кампании одна из первых встреч с руководителями регионов именно с Татарстаном. И это может значить, что президент страны по-прежнему опирается на регион-лидер и симпатии самих татарстанцев. Рустаму Миниханову в руках папки, в которых подробно расписаны результаты работы, в частности по теме обманутых банковских вкладчиков. Предыдущая встреча в апреле с Владимиром Путиным была посвящена этой теме. Сегодня Рустам Миниханов уже докладывает о сделанном. Создан профильный фонд. Людям начаты выплаты. Я подготовил несколько презентационных материалов по социально-экономическому развитию, по тем проектам, которые мы в республике реализуем. Я хочу доложить по нашим программам. У нас 37 программ, в следующем году будет 38. Здесь у нас инвестиций всего 44, а за счет бюджетных средств где-то 25 миллиардов. Это капитальный ремонт поликлиники. Я вам докладывал, мы должны за два года полностью все объекты первичного звена поликлиники привести в порядок по стандарту. Капитальный ремонт объектов образования. Мы каждый год ремонтируем школы, детские сады. Это где-то будет под 140 объектов. Также сегодня коснулись темы обманутых дольщиков. Работа на проблемных участках строительства тоже налажена, уверил президент Рустам Мениханов, подчеркнув, что республика создает свой фонд и будет помогать ему и землей, и инфраструктурой. Помимо этого, Рустам Мениханов доложил Владимиру Путину об итогах года в республике, о росте инвестиций и хороших показателях социально-экономического развития региона в целом. И о том, что по итогам 2017-го прогнозируется рост валового регионального продукта и индексов промышленного производства. Речь идет и о сельском хозяйстве. И еще о селе. Рустам Мениханов вкратце рассказал о дорожном строительстве в республике, отметив, что есть один проект, интересный и сравнительно недорогой, по внедрению специального покрытия на сельских дорогах, которые не загружены сильно транспортом. Отчитался Рустам Мениханов и о реализации майских указов президента. В Татарстане все идет, согласно графика. Дина Газалиева, ТНВ, Москва. Новый год в новых квартирах. В Альметьевске сегодня сдали три многоквартирных дома. А это значит 294 семьи, нефтяники, бюджетники стали обладателями комфортного жилья. Дома построены по программе социальной ипотеки. За 12 лет сотрудничества между госжилфондом и Татнефтью возведено 760 тысяч квадратных метров жилья. Квартира вообще шикарная. Все нравится, комнаты большие, детям своя комната будет игровая, уроки будут делать, играть будут. Шикарно вообще. Все новое, самое главное. Тепло. Хотелось бы большое благодарность компании Татнефтью, потому что она реализует такие программы. Спасибо им за то, что вы внесли первоначальный внос в размере 30% стоимости квартиры. Мимо кассы. 2,5 миллиарда рублей сегодня потеряли российские магазины и автозаправки из-за массового сбоя кассовых аппаратов. С проблемами столкнулись сразу несколько крупных торговых сетей. Некоторые магазины и вовсе закрылись. Поломки не обошли и Татарстан. Что вывело из строя цивилизованную торговлю, выясняла Лина Зинатулина. На весь магазин одна касса, куда и выстроились все. Остальные аппараты в отключке. И такая ситуация только в одном из множества магазинов сети «Магнит». Массовый сбой касс по всей стране. Он коснулся 9% всего российского рынка. Да, столкнулись. Восторжили с ней? Да. Вовсе не открыли сегодня свои двери магазины сети «Магнолия». В Москве магазины ярче. Проблема одна у всех. С часа ночи кассы дали сбой и не выдают фискальные чеки покупателям, без которых по закону не может вестись торговля. Это аппараты с доступом в интернет для контроля налогообложения. На логовике поломку зафиксировали и ввиду отсутствия вины магазинов торговать разрешили без чеков. Правда, после устранения сбоя придется пробить коррекционный чек на всю сумму выручки. В Казани магазины закрываться не стали, но вывесили на дверях объявление о том, что по техническим причинам сегодня чеки на покупки не выдаются, а безналичная оплата не действует. По карточке, говорят, нельзя, только наличкой. И чек не дают. Создает неудобство или как? Нет никакого для меня лично. Но неправильно, наверное. В самой торговой сети комментировать ситуацию не спешат. Можно только по электронной почте получить официальный ответ. Ну, сбой существует у вас кассовых аппаратов? Вам необходимо написать на электронную почту компании. Не обошли ни палатки и магазины электроники, Эльдорадо и ДНС. В последнем поделились, что утром наблюдали сбой, но к обеду поломку устранили. Заложниками стали и автозаправки. Лукойл, Роснефть, Газпромнефть. Но отдельным станциям повезло. Ничего не было, сбоев нет. Все работает стабильно. Остальным остается считать убытки. По подсчетам ассоциации компании интернет-торговли, оборот, который не поступил в кассу, составил 10 миллиардов рублей. Не больше 10 миллиардов рублей. Это очень небольшая сумма на фоне годового оборота ритейлера в России в 34 триллиона рублей. Сбой дали аппараты конкретных производителей. На сайте одного из них неполадки обещают устранить в ближайшее время. Причина – ошибка в новой версии программного обеспечения. К слову, с июля 2018 года прямой выход в глобальную сеть должен иметь каждый кассовый аппарат. И остается только гадать, чем тогда будут грозить подобные технические поломки. Вот Кавказу только какого качества. Продажа суррогатного алкоголя в этом году выросла в пять раз. Об этом сегодня сообщила Республиканская госалкоголинспекция. О нарушениях татарстанцы сообщают в народный контроль. Больше 1300 обращений о незаконной торговле. И чаще всего это продажа алкоголя в запрещенное время. А вот в антимонопольную службу в прошлом году жаловался Союз производителей алкоголя. По их мнению, в республике лоббируются интересы определенных производителей. В итоге факты об алкогольном протекционизме не подтвердились. Маленьким семечком холодно зимой на полях Татарстана осталось 15% от всего выращенного подсолнечника. Оказалось, культуру просто не успели убрать. Речь о тысячах гектарах. Но аграрии полагают это даже к лучшему. Почему масло снегом не испортишь, узнал Рамиль Шайдулин. Но она из чего сделана, я не знаю. Но Рания Ахмадулина покупает татарстанское масло. Была уверена, что и семечки для него растут в районных полях. Но увиденное ее заставило усомниться сотни гектаров культуры. Словно никому не нужны, говорит она. В Рыбно-Слободском районе, когда проезжали мы по Щелнинской дороге, у них поля огромные, огромные гектары, я хотела бы сказать. Вот подсолнух там не убрано. Те самые поля, те самые подснежники, которыми подсолнухи стали от снега и холода. В сугробах тысячи гектаров по району. Видеть подсолнухи в снегу может быть и дико, но все ли настолько плохо? Ведь если приглядеться, промерзли, а только стебли, семечки целые. Влажность еще здесь на данный момент она где-то 18-17 процентов. Но для хранения это ненормально. Влажные семечки с трудом идут на масло и их оставляют дозревать. Аграрии объясняют, это только ради качества они не побоялись снега. Погодные условия в этом году для подсолнечных было неблагоприятные. Это как теплолюбивое растение, оно и лето было прохладным. И сроки посева у нас чуть-чуть опоздали из-за весны холодной. Рыбнослабоцы не одиноки. До конца подсолнечные дни убрали и в Верхнеуслонском, и в Ютазинском, и в Камско-Устинском, и в Буинском районах. Как сообщили в Минсельхозпроде, в снегу еще 19 тысяч гектаров. Желательно, конечно, убрать осенью, зимой, но при оставлении на весну потерь урожая небольшая, и качество подсолнечных сохраняется. Главные семечки туда, где они дозрели, отправляют комбайны, попутно подсчитывая потери. По прогнозам, до весны не доживет 10% культуры. Спелые или целые выбирать приходится. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Рыбнослабоцкий район, Казань. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Новые избиратели и новые правила. Значительно внесены изменения в выборное законодательство. Нюансы президентской кампании изучил Дмитрий Иринин. Ветеран труда осталось без крыши над головой. Пожалуйста, очень прошу, вот эту крышу помогать надо нам покрыть. Как можно помочь женщине в репортаже Анны Городновой. Иран стал ближе сегодня в Казани. Находится делегация Исламской Республики. Встреча в Кремле, выставка на казанской ярмарке. Здесь было все. Персидские ковры, посуды, минокари, изделия из кожи. Салават Мухаммадуллин о видах иранцев на Татарстан. В Татарстан территория возможностей, и эти возможности сегодня использует Иран. Наряду с нашими бизнесменами, предприниматели из Исламской Республики презентуют свои продукты впервые в Казани и уже заключают сделки. Минна, хатта, калямтар. Труды малого бизнеса из Ирана первым оценил премьер-министр. Шабадин Вахдад представляет в Казани национальное ремесло украшения каленой меди. План их у нас. Если продажи во время выставки будут хорошие, открыть в Казани фирменный магазин на постоянной основе. И с такими планами в столицу республики приехали представители больше 50 компаний во главе с губернатором провинции Храсан-Ризави Али Ризай-Рашидианом. С ним сегодня провел встречу Ирустам Мениханов. То есть товарооборот планируется вывести на уровень свыше 60 миллиардов долларов. На пути к цели встреча между крупными компаниями на полях форума в формате B2B. Надеемся, что в ходе встреч деловые круги обменяются передовым опытом, обсудят имеющиеся бизнес-возможности, откроют новые направления для взаимодействия. В помощь в развитии сотрудничества придет и футбол. Сборная Ирана на чемпионате мира 2018 один из матчей сыграет в Казани. Слават Мухаммадольев, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Более 600 миллионов рублей федеральных денег и 200 миллионов республиканских. Столько проинвестируют на создание промышленной площадки Зеленодольск. Проект обсудили премьер-министр республики Алексей Песошин, генеральный директор фонда развития моногородов Илья Кривоков. Зеленодольск один из 300 моногородов России. Зачастую благополучие людей в таких городах зависит от одного или двух предприятий. О чем не так давно говорил Владимир Путин. Он призвал власти всех уровней создать в маленьких городах экономику, привлекательную для инвестиций. Руководитель фонда, в свою очередь, отметил, что нужно выстроить четкий план работы. Здесь еще зависит от проекта. Мы не завтра в проект. Немного расстроены, но все-таки мы ждем в ожидании облора. Мы ждем в ближайшие развития и развития настроены. С стороны правительства было драмативное. В нашей республике семь моногородов. Это Челны, Илабука, Зеленодольск, Чистополь, Нижнекамск, Менделеевск и Камские поляна. В рамках федеральной поддержки реализуется несколько проектов. Например, в Челнах это реконструкция дорожной инфраструктуры в промышленной зоне. Также в Автограде в этом году завершено строительство объектов коммунальной инфраструктуры промышленного парка развития. На очереди Менделеевск. С 2015 года из фонда развития моногородов привлечено больше 2 миллиардов рублей. Бизнес-десант покоряет города республики. Проект, организованный фондом поддержки предпринимательства Татарстана и Минэкономики, охватил уже 42 города. Сегодня семинар для бизнеса провели в Альметьевске. За чашкой чая о насущных проблемах. Житель Альметьевска Серик Шушканов полтора года назад открыл пекарню, вложил 6 миллионов рублей, взял кредиты под высокий процент. А вот с лизингом пока не получается. Считают, он должен быть более доступным. Если я кредит не получил, то, допустим, дайте мне 2 года без налога. Если мне государство, допустим, дала лизинг 1 миллион, можно по этой программе? Может быть, хотя бы как-то 2 вида помощи малого бизнеса. Проект, организованный Министерством экономики республики и фондом поддержки предпринимательства, направлен на просвещение бизнеса общества. Участникам расскажут о мерах поддержки, о том, как снизить административную нагрузку на бизнес. Предложат бизнес-идеи с готовыми комплектами документов. За 2 года предыдущих бизнес-десант охватил более 7 тысяч предпринимателей. Я думаю, что в этом году цифра ближе к 3 тысячам будет. Подобные встречи в республике проходят третий год подряд. Следующими городами бизнес-десант останут Казань и Зеленодольск. Анна Городнова, Фуат Гассин, Балат Шфигулин, ТНВ, Альметьевск. Координационный совет по делам соотечественников при президенте Татарстана подвел итоги работы. Одним из событий уходящего года Фарид Мухаммедшин назвал съезд Всемирного конгресса татар, где приняли решение о создании национального совета Милишура. В следующем году в Татарстан переедут 300 соотечественников, проживающих за пределами России. В целом на реализацию этой программы выделено более 8 миллиардов рублей. Мы перед собой ставим большую задачу работать с соотечественниками так, чтобы с одной стороны не прорвалась связь с ними, где бы они ни находились на точке земного шара, с одной стороны, с другой стороны по их возвращению, заинтересованному возвращению в нашу республику, с другой стороны, отслеживать ситуацию по выезду наших граждан за пределы Российской Федерации. Избирательная кампания стартует с нововведений. Выбрать участок для голосования на президентских выборах можно будет и в многофункциональных центрах. В эту кампанию открепительных удостоверений не будет, их заменит голосование по месту фактического нахождения. Сегодня в Казани дали мастер-класс по организации выборов. Что нужно узнать, расскажет Дмитрий Аринин. Очень важное событие для России. В первокурстве к медвузу Радис Хабибуллин хочет избирать президента, но не знает, как это сделать. На выборы юноша еще ни разу не ходил. Пока я как бы не знаю, первый раз еще не голосовал. Наверное, прийти и там голосовать. Что нужно делать, чтобы проголосовать, объяснили сегодня представители Татарстанского центра сберкома. В республике на этих президентских выборах ждут 48 тысяч впервые голосующих. Я дальше могу уже пройти, да? Уже дипломированный специалист и сотрудник порохового завода Рэль Гайнудинов недавно стал председателем участковой избирательной комиссии. Теперь его ждут выборные занятия. Это как бы не очень сложно, то есть можно осилить главное знание законов, законодательства и работы в команде. В Татарстане на президентских выборах будут работать без малого 3000 участковых комиссий. Появится и 50 временных участков, например, на железнодорожном вокзале Казани и в деревне Универсиады. Это делается, чтобы каждый избиратель смог проголосовать, где бы он ни находился. Избирателю представляется возможность проголосовать по месту фактического нахождения. Для этого мы 31 января начинаем работу наших территориальных избирательных комиссий по пункту приема заявлений. С конца января заявить место своего голосования помогут и в многофункциональных центрах. Также оформить заявку можно в электронном виде через портал госуслуг. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань. Наша следующая история о человеке, который оказался в сложной ситуации. Помочь женщине вы можете прямо сейчас. У 78-летней Шамсинур Бахитовой сгорел дом. Теперь ей негде жить. А на городного о том, что чужого горя не бывает. Здесь стоял шкаф. У нас все висел, одежда осенней, зимней. После пожара целыми на кухне остались только стены. Вся техника сгорела. В свой дом, где прожила 10 лет, Шамсинур Бахитова заезжает только за теплыми вещами. Хотя они в копоте и саже. Пожар начался на этой кухне. Шамсинур Бахитова готовила ужин, ждала сына с работы. Вот здесь стояла плита. По неосторожности прихватка попала на комфорку. Огонь перекинулся на вытяжку. Позже загорелись и стены. Женщина думала только об одном, как спасти себя. И побежала за помощью. К приезду спасателей половина дома уже была в огне. Пенсионер до сих пор не может понять, как осталась жива. Гипертоник я третьей степени. Подняться, да, мне не могу ехать после боли. Меня самой ели спасли. 78-летнюю Шамсинур Бахитову приютили знакомые. Сына с семьей, которые тоже жили здесь, друзья. Снимать квартиру дорого, говорит ветеран труда. На это уйдет вся пенсия. Помочь с временным жильем в администрации города не могут. Специальной программы для погорельцев нет. Поэтому женщина хочет восстановить свой дом. Покрыть надо крыши, самое главное. Очень прошу я, как мать. Может, виноват я. Может, сделаем газ. Может, тепло сделаем. На восстановление жилья нужны сотни тысяч рублей. Женщина просит помочь неравнодушных. А кошка снова провожает свою хозяйку. После пожара она здесь единственный житель. Мишка, где ты живешь-то? Анна Городнова, Марат Секгараев, ТНВ, Казань. В погонах с посохом и подарками. Дед Мороз полицейский может постучаться в эти дни к детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. В республике началась полицейская акция о доброте по службе Алины Бережная. Сменили китель на праздничную форму. Но все равно при погонах. Сегодня полицейские Азата Бушаев и Вера Емельянова не на страже правопорядка, а ответственные за детские улыбки и смех. Я сам из многодетной семьи, я всегда любил детей. Поэтому я люблю дарить радость детям, праздничное настроение. В тандеме полицейские Дед Мороз и Снегурочка работают уже два года. За это время поздравили десятки детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Здравствуйте. Нас ждали. А вот и очередная семья. Здесь живут семь ребят. Их родители лишены родительских прав. Воспитанием занимается бабушка. Много счастья принесет взрослым всяких радостей, детям разных сладостей. Стихи прочитали, подарки получили. Каждый праздничный набор силами полицейских республики собран с особой любовью. Оттого и радости дети скрыть не могут. Я сама учила стихотворение. Ты даже не знаешь, что тебе подарят. Ты получаешь это и типа такое, ах, неожиданность. Если счастливы дети, то и взрослые довольны. Это большое счастье, когда внуки здоровые, красивые и ждут этот праздник. И их приходят, поздравляют. Постоянно поздравляют детей. Каждый праздник поздравляют. И такая благотворительная акция продлится в республике до января. За две недели Деда Мороза и Снегурочки в погонах поздравят сотни нуждающихся во внимании детей. Алина Бережная, Азат Самигулин, ТНВ, Казань. Снова на старт. Камазовская команда грузовиков готовится покорять новый Дакар сегодня. Об этом в Москве на пресс-конференции в РИА Новости рассказал руководитель команды Камазмастер Владимир Чагин. В этом Дакаре примет участие четыре камазовских экипажа. Автомобили уже в пути, а сами гонщики полетят в Перу 1 января. Ралли пройдет с 6 по 20 января. Для наших пилотов это особенная гонка, так как в 2018 Камазмастер отмечает 30 лет со дня создания команды. В прошлом году грузовики татарстанского производства оказались самыми мощными. В предстоящем спортсмены также рассчитывают на победного бедуина. В течение года активно готовились, модернизировали, улучшали машины. Проводили экипажи, тренировочные сборы. Сделаем все, чтобы вас не подвести. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банкаверс. Доступная ипотека здесь. Салон кожей меха Мехополис. Широкий размерный ряд, беспроцентная рассрочка, приятные подарки. Шубы, дубленки и пухвики для мужчин и женщин. Стильные версии для молодежи. С 20 по 26 ноября черные недели. Скидки до 70%. XL, третий этаж. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финского у меня квартира от компании «Юйть». Последние 17 дней 2017 года скидка 17%. Первые 18 дней 2018 года скидка 18%. В детской стоматологии «Эксклюзив Дент». Деревенское мясо птицы и субпродукты «Восиного Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Распродажа новогодней подарочной упаковки от производителя 278-46-40. Это обычный алкоголь. Вызывает цирроз печени и бесплодия. Поражает сердце и центральную нервную систему. Уменьшает объемы мозга. Убивает. Минздрав Республики Татарстан. За здоровье без алкоголя. Инновации для будущего. 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. «Лучшие из лучших». 24 декабря в 14.00 на ТНВ. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели. На заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни. Доставка и установка бесплатна. Только в декабре назовите пароль «Дэймебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Восиного Казань». Деревенский бройлер – 140 рублей килограмм. Деревенский гусь – 250. Деревенская индейка – 220. Деревенская утка – 180 рублей за килограмм. Фермерское хозяйство «Латфулина» предлагает к новогоднему столу мясо птицы, гуся, утки, мулларда, индейки и бройлера. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике температуры немного повысятся. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Татарстана будет облачно. В центре республики ожидается снег, температура воздуха там составит минус 3 градуса. На северо-востоке местами снег и до 6 градусов ниже 0. На севере республики пасмурно снег и минус 6 градусов. На северо-западе ожидается небольшой снег, там температура воздуха составит до 4 градусов мороза. На юго-западе Татарстана облачно снег и минус 3 градуса. В центре республики ожидается снег, температура воздуха там составит минус 3 градуса. Внимание, в Казани открылся второй автоцентр «Газ Луидор». Успейте купить автомобиль «Газ» по старой цене. Адрес Казани – «Гашика-7», телефон 202-38-88. «Газ Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш газ на «Гашика» у нас. Автоцентр «Газ Луидор», Казань. Улица «Гашика-7», Сибирский тракт, 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием. Товар для туризма, отдыха, форма для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег и до 3 градусов мороза. Ветер южный слабый. Атмосферное давление составит 765 мм втутного столба. Влажность воздуха 92%. Магнитное поле земли спокойное. Спонсор выпуска ООО «Акбарс недвижимость». Квартиры в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до полумиллиона рублей. Дополнительная информация по телефону 295-77-77 или на сайте akbarsdom.ru Распродажа года «Акбарс недвижимость». Скидка на квартиры от полумиллиона. Звоните прямо сейчас. 295-77-77. Такие цены только раз в году.